Одним из рассматриваемых вопросов на заседании главпоселений представитель администрации была прошедшая уборочная в Софьино, а также общий объем производства сельскохозяйственной продукции за летнее время. Кстати, именно производительности было уделено особое внимание. Как выяснилось, не все сельхозпредприятия района справились со своими задачами. В аутсайдерах остается у АПК Вохренко. Произведено молоко на 265 тонн меньше соответствующего периода прошлого года. Удой от корова сократился на 441 килограмм. Данные показатели отрицательно сказываются на результатах в целом по району. Основная причина снижения производства – несбалансированность рационов кормления. Учитывая статистические показатели, было принято решение разработать программу повышения производительности мяса и молока, а также повысить урожайность с целью заготовки на зиму большого количества сена и силоса. Программой предусмотрено произвести мясо всех видов 21 тысяч тонн с увеличением объема производства на 3%, в том числе мясо птицы – 18 тысяч тонн. Фактически за 8 месяцев произведено мясо всех видов 18 тысяч тонн, в том числе мясо птицы – 16,5 тысяч тонн, на 6 тысяч тонн больше соответствующего периода прошлого года. Объем производства возрос в полтора раза. Намеченные показатели по производству мяса будут значительно перевыконены. В отдельную тему вылилась статистика по выращиванию кормовых культур. Планируется обеспечить животных кормами на зимние и летние периоды до нового урожая. 70% посемной площади занято под выращивание кормовых культур. В зимовку будет заготовлено 28 центнеров кормовых единиц на условную голову, что обеспечит необходимую потребность кормах до нового урожая. Заготовлено сено – 4 тысячи тонн, сенажа – 35,5 тысяч тонн, на 10% больше. В настоящее время идет заготовка силоса. Его планируется заготовить 33 тысячи тонн. И с этой задачей предприятие справится. Среди поставленных задач у предприятий – выполнить план по производительности картофеля и овощей. Илья Залевский, Павел Воронцов и Евгений Мякишев. Для программы «Городские вести». Илья Залевский, Павел Воронцов и Евгений Мякишев.